и всем привет друзья с вами компьютерщик сегодня расскажу что делать если у вас кисть фотошопе лагает вот смотрите я веду кисточку она уже в другом месте рисунок еще не нарисовался и в общем многие сталкиваются с такими проблемами нарисуем дорогу соответственно что делать сначала решение быстро расскажу а потом уже отчасти выбирайте любой инструмент нажимаете правой кнопкой на нем сверху тут и нажимаете reset all тут или сбросить все инструменты ну или выберите кисточку и сбросьте только ее до после того как вы это сделаете сбросим все к чертям у вас бросится настройки кистей которые скорее всего вы как-то коряво сделали поэтому у вас все лагает но есть еще всякие причины их попозже расскажу если вам это не поможет еще есть способы вот после того как вы это сделаете все работает начинает очень хорошо кисти перестают запаздывать даже кисти водка вот давайте выберем такую же кисть которая вначале рисовал это какая-то наверное вот это да да вот вот смотрите она теперь не лагает вот она мгновенно все рисует вот в чем вообще дело матчать немножко про кисти ну еще есть такая вещь если вам это не помогло заходите в настройки настройки performance то есть производительность photoshop и вот тут может побольше дать оперативки ему также снизить то есть кнопочка дополнительные настройки вашего графического процессора как он использует вашу графическую карту соответственно тут в видеокарту вы можете выбрать различные advanced это самое тяжелое то есть если у вас лагает выберите basic перестанет лагать скорее всего дальше можете выбрать еще поставить поменьше там кэш да то есть тут тоже можно за минимализировать это все и тогда у вас тоже быстрее будет работать фотошоп но вот это вот проблема с кистями в 99 процентов случаев она связана именно с тем что люди просто где-то накосячили с настройками кистей настройки кистей заходим окно и тут ищем свойства кистей brush settings вот теперь матчать немножко все что такое кисть мне кажется 99 процент людей не знают что такое кисть фотошопе всем кажется что кисть это вот вот такая какая-то штука которую вот мы вот рисуем как-то да и давайте выберем путь обычную кисть вот обычно да вот просто это линия на самом деле кисть это не линия это как вот печатка помните в детстве мы все не знают я в советском союзе не было еще фантиков никаких мы брали печатки окунали в чернила и вот так вот печатали вот кисть это печатка соответственно вы эту печатку если вы зажмете и ведете ее она вот так вот начинает размазывать все и есть самый главный параметр у кистей spacing то есть расстояние это расстояние через которое ваша кисть ваша печатка да она ставится если вы поставите это расстояние маленьким то печатка постоянно это делает да если вы поставите это расстояние большим дата она вот периодически ставят то есть вот в зависимости от этого расстояния собственно ваша кисть она может более гладко рисовать соответственно некоторые кисти почему вот многих людей все тормозит некоторые кисти допустим вот это да она такая более сложная вот почему она может тормозить потому что у нее spacing расстояние печаток она так как она имеет сложную структуру она стоит слишком маленьким ведь вот сейчас вот она у меня это это подлагивает да ну потому что это такая жесткая кисть и у меня большой очень размер файла вот но бывает так что люди по незнанию ставят этот спейсинг очень маленьким допустим единичку я поставил один процент и просто пипец эта кисть она мне кажется никогда не нарисует ничего вот соответственно собственно проблема решается очень просто вы просто убираете спейсинг убираете спейсинг у кисти и она начинает рисовать быстро и хорошо да то есть вот эта кисть она отлично рисует и со спейсингом 15 не обязательно использовать дефолтное значение по умолчанию 5 да и соответственно когда вы вот это случайно все накрутите забудете про это и потом мучаетесь можно всегда взять и сбросить настройки по умолчанию да еще вещь такая когда вы меняете какие-нибудь параметры настройках то есть performance то есть производительность нужно перезагрузить photoshop чтобы они вступили в силу вот я надеюсь то что это видео поможет вам решить проблему с вашими кистями вы теперь знаете как кисти работают на то что это не просто кисти какие-то такие абстрактные на самом деле это вот даже вот такие размытые кисти они тоже являются печатками и вы можете ими управлять делая довольно таки любопытные такие призрачные эффекты например вот мы червяка с вами нарисовали за три секунды с вами был канал компьютерщик я игра глаз буду рад сделать для вас новые видео спрашивайте вопросы пишите комментарии всего хорошо